Казахстанцы, нуждающиеся в соцподдержке, смогут получить помощь без обращения в Экиматы. Определить их будут через специальную информационную систему в рамках цифровой карты. Об этом сообщил глава Кабмина Альхан Смаилов. Новшество содержится в проекте нового социального кодекса. Его одобрили сегодня на заседании правительства. По словам премьер-министра, это один из важнейших документов, которым установят базовые социальные права граждан. С принятием социального кодекса соцполитика государство перейдет от заявительной формы в проактивный формат, что позволит повысить качество жизни граждан. В частности, это будет происходить через внедрение цифровой карты семьи, которая с сентября работает в пилотном режиме, но уже себя зарекомендовала. Кроме того, в рамках изменения в соцкодекс в ближайшие пять лет увеличат базовую пенсию, вырастет и размер максимального дохода, который используют для расчета трудовой пенсии. Об этом рассказала Тамара Дюсенова. Граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1998 года и после, основная часть выплат получат от государства, будущие же пенсионеры из пенсионной накопительной системы. Кроме того, с 1 января 2024 года для будущих пенсионеров будут внесены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Права вкладчиков в части управления своими активами будут расширены. Граждане могут потратить пенсионные накопления, которые превышают порог достаточности, только на лечение и приобретение жилья. В управляющие компании можно передать не более 50% накоплений. Гарантии за сохранность государство предоставляет только той части, которая находится в ведении Национального банка. Ответственность за переданные накопления и их доходность несет выбранная вкладчиком компания. Продолжение следует...